Вот вы знаете, Вика Розман, изумительная женщина, тарантливейший человек, организатор, все, она в Сан-Франциско. Я неоднократно получалось так, что здесь в самовар Палуалта, самовар Магазин. Магазин и концертный зал, где выступают часто касталеры серьезные. И мое шестидесятилетие вы все видели, вот мы там праздновали так. И я часто получалось так, что занимаюсь какой-то суетой и забываю привезти своевременные билеты. Звоню Алику, Ашфонг, Саша, хозяин всего этого. Мы его показывали часто. Да, она говорит, Аркаш, ничего нет, все, ничего нет. Я звоню Вике, она говорит, боже, как я вам завидую. У вас уже все билеты проданы, а у нас наши люди не идут. Точно так же вот в октябре должна приехать Дина Рубина. Билеты были разобраны, ну за один день. Живет в Израиле женщина, она пишет книжки очень интересная. Я хочу сказать, что, да, интересные рассказы пишет. Так вот, я часто видел на концертах вот артистов, которые приезжают из Отечества, и Пугачева это говорила, и Гурченко это говорила, и, я не знаю, масса народу, они говорили, что когда они дают концерты в Пало-Алте, то Пало-Алте, вот, ну, они обычно в джунке это там происходит, или они там рядом какую-то церковь снимают, там большой зал, и они говорят, что такой атмосферы нет нигде больше. То есть это абсолютно вот, вот как они в Москве снова оказались там году, не знаю, там, в 80-м, да, и вот эта вся, вся та же публика, они привыкли уже перед ними выступать, и вот они все переместились сюда и ходят. Ну, может быть. Да. Давайте я вас немножко в сторону спрошу. Давайте. Люди, вот вы из Харькова. Значит, Харьков такое интересное положение занимает и экономически, и географически, да, что он как бы очень тяготеет к Российской Федерации, там вот рукой подать до границы. Экономически, вот вся эта промышленность невероятная, которая там, и наука, которая там, и вот советское время, например, ну там как бы, ну тоже там была граница, и там здесь учили украинский язык, а там не учили. Но вот сейчас люди, которые оттуда, вот они сейчас тут живут, про тех, которые там, я не знаю, но вот вы тут. У вас самоидентификация какая? Советская, там, российская, украинская. Вот у вас есть украинский элемент вашей самой идентификации? Все-таки вы там почти 10 лет прожили после получения независимости украинской. Да, да. Значит, основополагая, чем хочу сказать, по состоянию на сегодняшний день, я американец. Это понятно. Все. Нет, непонятно. Сейчас многие наши старики кушают хлеб с маслом американский, смотрят телевидение русское, и едва ли не клянут Америку, и вот Россию. Нет, ну это извращение какое-то. Извращение, но это массово. Вообще, если не массово, оно много. Пошли среди пожилых людей, это много. Если вы сидите дома, и вы пожилой человек, и у вас основной источник информации, это первый канал, так у вас мозги съедут? Даже если были нормальные, это все равно съезжают? Конечно. Да, да. Я вам скажу, что я в Харькове не смотрел телевизор, и здесь вообще по нему просто не подхожу. Не знаю, что это такое. У меня достаточно компьютера и фрессы. Хорошо. Я сам себе нахожу множество занятий. Без того. Окей. Вот. Значит, вернемся. Да. Мы приехали сюда. Первый год, я говорил, год становления, все потом началось. То есть вы втянулись в какую-то такую духовную такую жизнь, в общение с людьми? Да, да, да. Но, опять же, то, о чем я вот сейчас только что сказал, что я сам себе нахожу какие-то дела. Ситуация такая. Когда-то детские годы, это сами, понимаете, искренность, с одной стороны, с глупость, с другой стороны, и иногда радуешься, иногда сами себе стыдишься. Пятьдесят третий год. Умирает товарищ Сталин. Это вам 13 лет там где-то, да? Двенадцать. Двенадцать. Угу. Вот. Я написал какое-то стихотворение, если опубликовали его в Пионерской правде. А о Сталине? Флоги спустились у наших ворот. Помню первую строчку. Да. Окей. Вот. Понимаете? Все. Потом была одна публикация в «Юности», журнал «Юность», «Парис Болевой». Угу. Потом жизнь пошла так, что мне уже было не до того. Уже те документации, уже множество, множество. Мотался очень много по стране, по командировкам, скажем так. Вот. А вот приехав сюда, сам не знаю, откуда это вышло, из какой подкорки, я начал здесь писать. Прозу, стихи? Начал стихи. Начал писать статьи. Вот. Очерк. А вы для «Кстати»? Для газет? Я вам скажу, значит, это была газета «Кстати», это была газета «Запад-Восток». Есть такая, да. Вот. Большая. Там она же во многих регионах распространяется. Да. Это была газета «Форверс». Сейчас она, по-моему, немножко иначе называется. «Нью-Йорк». Это была газета «Еврейский мир». То есть, да. Писал разное. Вот. И даже, вот, газета, украинская, как бы, канадская компания «Мист», посылки, деньги переводят туда-сюда. Но у них газеты? И газеты у них есть. Ну, я никогда не слышал. И газеты у них есть. Я им написал тоже один очерк на украинском языке. Но они, правда, повели себя по-хамски по отношению ко мне. На украинском языке? Нет. На украинском. Да. У нас в клубе была встреча с консулом Украины, с генконсулом Украины в Сан-Франциско. Ага. Вот. И я написал им приветствие на украинском языке. Да. И стихотворение на украинском языке. Потрясающе. И вице-консул тогда сидела, она не ожидала вообще, что такое. Вы знаете, что мы году в каком-то, я не помню, 90-х где-то через этот «Мист» канадский пытались перевести, там, где не помню, 200 долларов, там, родителям, я не помню. Я не помню, ну, не родителям, друзьям, не помню. И они нам вернули, они взяли, а потом через, там, несколько недель вернули со словами, что там, ну, что-то, там сложности какие-то, вот, в Российской Федерации. Да, но у них вся корреспонденция деловая была на украинском. И я помню, вот, мне врезалась фраза, значит, они там пишут, что вот там проблемы тут, проблемы там, а они говорят, як шо за ситуация покрашится, значит, покращится, да, ну, я как могу. Значит, и вот там, что-то они такое. И меня так это развеселило, вот это вот, надо же, деловая переписка, так неожиданно. Вот. И так у них есть газеты, и вы там писали. Да, понимаете, один раз я написал, все, после этого возмутился и даже никаких им не пытался. Почему? Потому что вместо того, чтобы написать Аркадий Блюмин, да, они в качестве автора поставили какое-то украинское имя, типа Богдан, допустим, да, Переславский. Ну, условно, я сейчас не помню. А Переславский тоже не звучит как чисто... Ну, не важно, важно то, что, ну, что это за безобразие такое? Хотя бы спросили меня, что ж ты хочешь? Разве так можно? Это потрясающе, да. Вы понимаете, потрясающе. Я вам хочу сказать другое. Канада, друзья. Не, Канада, но Канада. Когда мы приехали сюда в 99-м году, я начал заниматься восстановлением справедливости в отношении семьи Иваненко. Эта семья жила в Харькове. Это так. Родители, папа, мама и три дочки. И в годы войны они оказались в оккупации. В Харькове. В Харькове. Они перешли из своего дома, был разрушен, перешли в соседний дом. И, боже ты мой, встретили своих студенческих друзей, вышеградских. Тоже. Вышеградские фамилии, не губы. Фамилия. Не губы. Нет, 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 больше сохраняем. Вот. Я не помню сейчас имен там. Роза, Лиза. Могу соврать. То есть они прятались от немцев в этом году? Еврейская семья пожила. А просто жили там? Да. И люди знали, что это евреи. Но никто не выдавал. Один сосед, дворник, значит, пришел и сказал, что... Пришел в управу и заявил. Немцам? Евреи. Пришел немец, к ним евреи. И вот тут мужество этих людей. Значит, Иваненко, папа, ходит и говорит, это не евреи, это караимы. Из Крыма. Да. Ну, в Крыму, в Крыму караимы, а здесь вот семью занесло. Жена, мама, вышла и говорит, я клянусь своими детьми, что это караимы. Немец уходит, при этом говорит так, что вы мне должны будете представить документ, кто такие караимы вообще. На самом деле ничего хорошего там нет, потому что они иудеи. Они иудеи, но они не евреи. Окей. Вероисповедание одно, но это кровь другая. И что делает этот папа? Он срывается в Симферополь, привозит оттуда документы. Оккупированные немцами Симферополь. И привозит оттуда документы, кто такие эти караимы. Что они, да, они иудеи, но они не евреи. И все. Подействовало? Подействовало. Эту семью они спасли. Что они сделали? То есть, они продолжали жить в этом доме? Не просто продолжали. Каждую ночь, опасаясь облавы, семья живет каждый днем там, она начали забирать себе. Но были попытки караимов оттуда извлечь? Нет. За ними приходили? За ними вот пришел один раз, они взяли на себя ответственность. После этого приходили за ними? После этого не приходили за ними, но родители, папа и мама, ходили в управу регулярно, отмечались и делали, ставили свою выпись, что это все. Эти люди живут, но эти люди... Я вам скажу, что они могли здорово пострадать, когда пришли красные, потому что их могли за то, что они выжили, отправить там на поселение в Сибирь. Я знал людей, с которыми это происходило. Я знал людей, которые в лагерях выживали и их потом отправляли на поселение. Их, слава Богу, их никто никуда не выселил. Опять же, Вашенградские здесь уже... Они везде и сюда уходили и говорили, что эти люди их спасают. Подождите, так значит, вы знакомы с Вашенградскими? Нет, я знаю, ситуация. Значит, семья Иваненко, родители и три дочери. Дочери. У старшей дочери, у Любы, есть, слава Богу, есть живая дочка Марина. То есть, внучка? Их внучка, да. Вот она работала с моей женой в одной музыкальной школе. Они работали и дружили, наверное, лет 30, если не более того. Откуда стало известно обо всей этой истории? Это мне стало известно только лишь уже здесь, когда мы приехали сюда. Маринка нам переписывались, посылали письма. Я же говорю, через место. Когда она мне всю историю рассказала, я написал очерк. Кстати, любопытно. Очерк, это был мой первый очерк здесь. Я написал об этой семье очерк. Направил его в газеток «Курьер». Со мной так по-барски поговорили. Ну, так и быть, ты его напиши, там, на одну-две странички, с интервалом таким-то. Ну, я понял, что с НОБы я с ними не буду иметь дело. Послал, вернее, даже не послал, а начал говорить с редакцией газеты «Взгляд». Женщина была во главе. Да, я ее знаю. То есть, не женщина, но... Нет, нет, я ее знаю, обо как он говорил. Да, вот. Она даже не стала со мной разговаривать. Говорит, ну, неинтересно, не все. И когда я эту тему предложил Николаю, судею. Газеты «Кстати». Я веду, да, Николай Сундеев, главный редактор и владелец газеты «Кстати». Он без колебаний, тут же. Вы с ним обсудили принципиальную возможность или вы дали ему текст? Значит, первым делом был звонок. Интересно это или нет. Интересно. Печатаем. Нет, Павел, ну, текста еще не было. Текст у меня был, но что посылать, если у меня уже был... Я понял. Но уже был текст готов. Более того, самым первым шагом было, что здесь Сан-Франциско был и сейчас, слава Богу, и живой, есть русскоязычный Равин. Мне не хочется называть его имя. Есть, а я его знаю, мы его хорошо знаем. Молодой парень. Там не один, там их двое. А, еще один, так. Не важно, я думаю, что вы думаете именно об этом. Да. Я позвонил ему, он мне не ответил, оставил месяч. Второй раз позвонил, оставил месяч, ответ у меня третий. Ну, это же тоже газета была какая-то, они что-то издавали там. Ну, какой-то там журнальчик, не журнальчик, а типа листка. Да, да, да. То есть, ему это было неинтересно. Потом, когда я уже стал руководителем клуба, создал клуб, о-о-о, он меня полюбил. Почему? Пожилые люди, к сожалению, уходят из жизни. Давайте, может быть, комментарий такой небольшой для наших зрителей. Я как человек пишущий тоже, и я не знаю, вы видели, Катя, я там писал в «Новой жизни», я там много лет писал в каждом номере. У меня там была статья большая. Ну, не суть. Вот я там, значит, писал, и женщина, которую вы упомянули, когда я написал статью первую, она была, просто о жизни, это не было рекламой там или чего-то, и она говорит, ну, я возьму, говорит, ну, только вы меня заплатите. Я говорю, а за что же, я хорошую вещь написал. Она говорит, ну, вы же не обеднеете. Фраза была такая. И я, мне обидно стало, что же такое. И я тогда вот в эту «Новую жизнь» пошел. И они взяли этот материал, и я дальше там 7 или 8 лет. «Новая жизнь» — это Лос-Анджелес. Нет, нет, «Новая жизнь» — это «Джуйка» издает. А, «Джуйка» по... Не была, «Сан-Франциская джуйка». Я там в каждом номере, там у них 11 выпусков в год. Я, наверное, 6 или 7 лет писал, я там под сотню страниц, в смысле, статьи написал. Значит, что я хочу сказать, что дело в том, что среди людей пожилых и нереализованных, невостребованных, понимаете, у них много энергии, есть какое-то количество людей, которые, ну, такие графоманствующие типы. И, может быть, даже они что-то и не такое уже плохое пишут, а, может быть, совсем сумасшедшим, что же есть. Но люди, которые ведут газету, скажем, любую из газет, они получают невероятный поток вот этого всего. Поэтому, если вы говорите, звоните, скажите, вам интересна такая тема? А они говорят, нет. Но если вы им что-то прислали, и они в руки это взяли, и они начали читать, он может после одного абзаца сказать, мы это печатаем. Потому что он видит качественный текст, он видит какую-то страсть, он видит, понимаете, или он видит какую-то графоманию выжившего изумащека, это совершенно другое. То есть, чтобы тебя напечатали, надо дать. Нет, 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 я здесь с вами отчасти согласен, отчасти нет. Почему? Почему? Объясняю. Ведь ситуация очень нетрадиционная, нетривиальная. Я не рассказываю там о любви или о розовых закатах. Здесь идет рассказ о жизни семьи, семья еврейская, которую спасли, и о жизни людей, которые готовы были на плаху, будет так высокопарно говоря, да, с тем, чтобы спасать этих людей. Безусловно, я соглашусь с тем, что подвиг этих людей, которые своей жизнью рисковали, и которые спасали евреев, и не только евреев, по-всякому бывало, я думаю, что подвиг этих людей, к сожалению, при жизни не был оценен достаточно. В силу того, что погибли десятки миллионов людей, в силу того, что там столько всего этого творилось, не до них было, понимаете? Но сейчас, когда уже не осталось почти никого, ни тех, ни этих в живых, и вот сейчас выходит там список Шиндлера, да, выходит, и полный зал, и люди плачут. Если бы список Шиндлера вышел бы там в 52-м году, кто бы его смотреть стал? Ну, понимаете, еще не оплакали тех, кто вот буквально, понимаете, то есть, когда время проходит, ретроспективно, ты вдруг начинаешь... Время проходит, это одно, и всячески все-таки власть имущая старается об этой теме не говорить. Потому что им они манипулировать хотят, конечно. Мы вспомним список Шиндлера, по разным данным, 800 спасенных евреев и 1200 спасенных евреев. Пусть даже 800. Вспомним еврейскую идеологию, да? Человек, спасший одну жизнь, спас мир. Он спас 800. Но, кто из вас слышал о таком человеке Траен Попович? Наверняка мало кто. А ведь человек спас 24 тысячи евреев. Этот человек был мэром Черновцов. Это, об этом нужно говорить. А как они выжили в оккупации, куда они делись? Траен Попович, он был мэром города. Его поддерживал губернатор, вот я сейчас уже не помню, я много занимался этой темой, потому что потом вышел на другую тему, которая меня просто потрясла. Восемь месяцев я отдал этой теме. Но неважно. Важно другое, что губернатор его тоже поддержал. Что делал Попович? Губернатор, то есть практически... Черновиц. Губернатор немцами поставленный. Вот, в том счастье их, что это была румынская зона ответственности. В румынской зоне евреи погибали, но надо сказать, что очень многие выжили. Многие выжили, хотя давайте не забудем о десятках тысяч расстрельных евреев в Одессе. Это тоже румынская зона. Тем не менее, шансы выжить в румынской зоне были на порядке выше. Конечно. Так, что делает Попович? Он доказывает губернатору, губернатор с ним соглашается, доказывает румынскому командованию, что если сейчас выцелить и отправить в лагеря евреев из города, все, город умрет. Города не будет. Поэтому пусть они будут, когда нужно будет, мы их тогда уберем в самом конце. А пока пусть они осуществляют свою деятельность. Пусть живут и помогают городу. И таким образом они спасли 24 тысячи троянбоповичей. Кто об этом знает? То есть они выжили до прихода Красной Армии? Да. Есть много людей, которые сейчас выходят из истории. Вот там дядька, который был послом Португалии во Франции. Я имя его, к сожалению, не знаю. Совершенно потрясающий человек. То есть он выписывал португальские визы, давал людям, евреям во Франции, чтобы они могли уехать в Португалию. А в Валенберг? В испанскую границу пересечь. Да, и они пересекали и уходили. В Валенберг? Да, то же самое. 20 с лишним тысяч паспортов. В Валенберг хотя бы знают, он известный человек. Да, его знают. В общем, хорошо. Вот это семья украинская. Вы написали о ней очерк. Я написал о них очерк. Николай, сколько буду жить, сколько буду его помнить. Хотя бы только за одно это. Понимаете ли? Он без колебаний сказал, присылай материал, будем публиковать. Я ему прислал материал. По всей вероятности, материал был, ну, это был мой первый очерк. Наверное, был сделан не очень качественно. Литературно. В плане литературно. Но было написано искренне. Но была написана реальная история. И он поверил в эту историю. И он ее опубликовал. После этого, после этого, Аня Рябкина... И, понимаете, отклики были, какая-то... Что-то произошло после. Вот сейчас придем. Давайте. Вот сейчас придем. Аня Рябкина, золотая женщина. Ася Крамер, она сейчас в волну открики. Вот. Они начинают поддерживать. Не меня, что меня поддержать. Поддерживать с тем, чтобы поднимать. Именно для того, чтобы были очерки. Отклики. Отклики, люди, вы подумайте. Я обратился, вот в конце, там последние строчки, я обратился к ним, читателям, всем, что давай поможем. Поможем в чем? Как можем, так поможем. Украина. Я привел факты. 17 долларов пенсия, 29 долларов квартира. А жизнь за что? А лекарства где? И так далее. Ну и сбор средств, помощь семье. Да. Так. И вы не поверите. Люди, абсолютно незнакомые мне люди. Я почти никого еще не знал здесь вырядить. 99-й год. Ну 2000-й начинался. Мне привозили домой деньги. Я собрал почти, ну чуть больше 800 долларов. Раз. Я обращаюсь вот в эту канадско-украинскую посылочную компанию Мист с этим очерком. И прошу их, по мере возможности, оказать мне помощь, чтобы я мог... Переслать деньги? Не, деньги переслать это ерунда. Это переслал. Ну там, за пересылку что-то. Сделать возможность, позволить мне несколько бесплатных посылок с продуктами туда послать. А, у них такая услуга была. Здесь платишь валютой, да? Это было время в 90-е годы, было очень распространено. Здесь даешь доллары, а там они покупают продукты. Я продукты беру здесь и отправляю туда, но чтобы они мне позволили бесплатно. И они мне позволили три посылки бесплатно и три посылки за полцены. И когда я это все начал посылать, а понимаете ведь, что такое продукты? Мясо, колбасы, это не пошлешь. И у меня-то денег особых нет, я живу на Сосай, и еще восьмой программы нет. Вот. Восьмая программа, это льготные условия для аренды жилья. Да, не просто. Это 70% от плана, ориентировочно порядка 70% стоимости жилья оплачивает государство. А мы только 30%. Только 30% в районе 30%. Вот. То есть, все равно денег, ну еще не мало. Мало-мало денег, да. И они мне позволяют, значит, посылку 42 или 46 паунтов. Это максимально. То есть, 25 килограмм. Да, 25 килограмм. И люди мои, друзья, коллеги, привозят меня, получают пайки. Макароны, пайки, я сейчас вам скажу. Значит, если вы, как бы, невысокого дохода человек, то вам дают такой билетик, и вы можете ходить в такую организацию, где просто так вам раз в неделю выдают там пакет с всяким провиантом. У нас тут на местности это называют голодайкой. Так, в шутку. И люди, вот которые, пенсионеры, пожилые, я думаю, они это делают больше, от того, чем делать нечего, чем, например, они реально это скушают. Но там действительно не портящиеся продукты, которые бизнесы туда отдают. Нет, там не только не портящиеся продукты. Сейчас отойду немножечко в сторону. Ну, значит, ситуация, ну, я привык в Харькове, я был, ну, каким-то образом обеспечивал семью. При пайке? Что-то обеспечивал семью. А здесь ничего. Да. Значит, начал узнавать, где пайки выдают, где какие пайки. Дошло до того, что как раз подошел день благодарения. Сенс Гзивинг, да. Сенс Гзивинг, да. И в этот день малоимущие выдают индейки бесплатно. Не только, там много чего можно там. Нет, много чего, но сам факт. Индейка бесплатна. Ёлки-палки, у меня глаза. Мороженое обычно. Мороженое, конечно же. Но все равно от этого одного факта глаза уходили на затылок. Да. Я принес домой пять индейок. На разных пунктах собирал. А зачем? А мы их ели реально. Ели, конечно, ели. Мы полгода ели, после этого на индейку никто смотреть не может. Это болезни. Это болезни становления эмигрантского. Если халява есть, надо брать. Да. Невозможно оставить. Я знаете, что скажу. Мы когда сюда ехали, нас неделю продержали в Нью-Йорке, пока потеряны наши медицинские справки, тесты взяли и так далее. И вот неделю нам какую-то еду приносили из ресторанчика, и там были вот эти одноразовые, знаете, стаканы, посуда всякая. А мы только из Совка, и это не 98-й год, а 90-й. Ну, понимаете, да, и невозможно выкинуть. То есть, нам говорят, это разовая. Я говорю, как разовая? Вы что, охренеть, что ли? Разовая, ты так вот. Вы разовая. Мы с собой в Сан-Франциско привезли, потому что не могли оставить. Как это будет. Невозможно, да. Но потом уже выкинули в Сан-Франциско, конечно, да. Хорошо. Так, подождите, мы возвращаемся к посылкам продуктовым. Значит, люди, которые получали эти пайки, приносили продукты. Полные посылки. Что-то, какие-то вещи походили в этот самый, не Second Hand, хочу сказать, в Goodwill, там, что-то покупали по дешевке. Вещи. Вещи. С тем, чтобы в живых осталось две сестры к тому времени. Из трех. Да, из трех. И родители ушли тоже уже из жизни. То есть были две сестры? Да. Папа, отец ушел из жизни очень рано. Вскоре после войны, буквально 2-3 года, и его не стало. Это стресс. Это поколение, я ребятам рассказывал часто, что это поколение людей, переживших войну, очень рано вышибло из жизни. Вот у меня, поскольку отец был военнослужащий, и мы жили в доме, гарнизон, где он служил, от этой части, извиняюсь. И я могу сказать, что от 43-х до 48-ми лет практически все они умерли. Это люди, которые были военнослужащими во время войны и так далее. До 50-ти дожили два человека. До 55-ти дожил мой отец из целого дома. Понимаете, это было поколение, которое война снесла. Даже те, кто не погиб вот так. Мама, то есть супруга его пережила, конечно. Но она тоже, как она пережила? Где-то, по-моему, в середине 60-х годов она тоже ушла. Ну давайте все-таки к двум оставшимся сестрам. Вот, две сестры остались. А они фактически непосредственные участники? Бесспорно, без всяких. Фактически они прямые участники, потому что эта девонька, младшая, ей 12 лет, старшая 16 лет. Понимаете? Но это дети, они могут проговориться где угодно. А они все под топор пошли, да? Все в петле были, все были в петле. Вот. И посылаем продукты. Просто высоконравственные люди, понимаешь? Очень высоконравственные люди. Что я могу сказать? Папа был интеллигентом, он был полиглотом, он высоким был человеком. Да. Вот. Мама была преподавателем в одном из харьковских институтов. Сестры. Вот мама вот этой, Люба, мама этой Марины, да? Она преподавала английский язык в харьковском сельскохозяйстве. Нет, вы знаете чего? Я при этом могу сказать, что поскольку у меня родители вот это все пережили, и как бы я много чего слышал на эту тему из тех времен, я хочу сказать, что могли быть люди куда более образованные, которые с немцами ходили бы по еврейским квартирам. Да. Это тоже было. Конечно. Дело не в том, насколько они были образованы, они могли быть вообще не образованы, но это были высокодуховные люди, которые жизнью рисковали. Поэтому, да. Я приду когда-нибудь, если вернемся к этой теме, другая история, Попович и Попкович, только тут роман, здесь Траин Попович, а там Роман Попкович. Такое вот, казалось бы, ближнее, Гусульщина и Буковина, две разные вещи, совершенно безграмотные люди спасали тоже семью. Совершенно безграмотные люди. Своих соседей. Для этого не нужно, не нужно быть грамотным. Вот. Ну, только что говорили о том, что грамотные люди. Да, так все-таки, вот эти люди, сестры, значит, насколько то, что происходило, изменило их жизнь? Я не имею в виду, в смысле, только покушать, но, может быть, еще кто-то было с ними, кроме покушать. То есть, как это изменило их жизнь? Как это изменило их жизнь? Значит, ну, я говорю о том, что посылали посылки, послали деньги, все. Здесь фонд Спилберга, фонд Спилберга, есть такой? Да. Прислал в Харьков съемочную группу. Сделали видеофильм о них. Фонд Спилберга, Спилберга, где его показали? Я не знаю, где его показали. Я знаю, что он у Маришки есть. Окей. Давайте заберем у нее и у нас повесим. С удовольствием. Я, после нашего вчерашнего разговора, я, ну, у меня... Да, ребят, если кто-то из тех, кто в Харькове живет, из тех, кто в Харькове живет, откликнитесь, надо будет... Там просто люди не компьютерные. Надо будет к ним подойти, у них есть фильм, и надо будет... Есть фильм, фотографии. Да, да. Фотографии, может быть, тоже интересно, но надо взять этот фильм у них, и, может быть, его перекачать надо в цифровой формат. Я не знаю, как он у них сделан, но, во всяком случае, надо его взять, и, если кто-то там есть, волонтер какой-нибудь, поучаствовать, прям напишите мне в личку, может быть. Они-то достойные эти люди, понимаете? Сейчас, к сожалению, ни одной из этих сестер уже нет в живых. Обе ушли из жизни. Но я хочу сказать и другое. Мы заговорили о том, как они что... Вы понимаете? Их выдвигают на получение звания, высшего, по-моему, нет, праведик мира. Ну, это звание, которое выдается там... Есть еврейская организация, которая присваивает это звание? Да. Человек, который спас одного еврея, уже праведник мира. Уже праведник мира. Это в Израиле находится? В Израиле находится. В Израиле находится. Вначале они высаживали деревья в честь и в память того человека, который спасал. Потом оказалось, что людей достаточно много и негде сажать. Ну, в Израиле страна маленькая, места нет. И они стали делать аллеи и там памятные доски. И вот я, когда был в Ядвашеме, я приехал, у меня мама бы жила в Израиле, к сожалению, ее уже нет живого. Брат там. Когда я был в Ядвашеме, я зашел, я не смог найти их плиту. Вы были в офисе? Ну, вначале я ходил по территории, потом пошел в офис. Я не смог найти их плиту и пошел в офис. Попросил, говорю, вот у вас есть такая семья, плита в памяти семьи Иваненко. Пожалуйста, сделайте фотографии и пришлите мне в Харьков. Не в Харьков, а сюда, в Сан-Арси. Через пару месяцев я получил фотографии самой плиты. Фотографии аллеи, где они находятся. Фотографии центрального входа в памятный вот этот сад Иван Вашем. И когда я прислал это все, конечно, я переслал все в Харьков, это надо было видеть, это надо было даже слышать. Это очень трогательно, конечно. Плач, слезы в трубку. Понимаете? Это просто, вот такие вещи, это невероятно. Но это нельзя забывать. Это необходимо помнить. Особенно сегодня, когда всякая мразь старается доказывать, что Холокоста вообще не было. Помимо мрази, доказывающей, что Холокоста не было, есть мразь, доказывающая, что евреи сами в этом виноваты. Есть мразь, которая хотела с удовольствием бы устроила еще один Холокост. Да, конечно. И у меня есть видео, единственное фактически на канале, там был вопрос такой, знаете, человек спрашивает, объясните, почему евреи умные? Ну, человек спрашивает, такой, я бы сказал, что это иронический, для меня, как бы, тема такая ироническая. Ну, я так поделился, чем мог. И я сразу закрыл все комментарии, чтобы, я понимал, что там какие-то люди посторонние придут. Если вы наберете слово евреи на ютюбе, то это видео будет там, может быть, первые десятки или сразу после. То есть, там какой-то существенный трафик происходит. Да, ну и, соответственно, все комментарии идут на модерацию ко мне, значит, а я уже там что-то пропускаю, что-то нет. И я хочу сказать, что можно не один лагерь набить из этих комментаторов. Из них. Да, и как бы, а они на свободе, они всюду пишут, ну хорошо, я там не пропускаю, а полно мест, где они там радостно ликуют. Я думаю, что до тех пор, пока люди помнят, что вот эта сволочь устроила, и это же не ограничилось евреями, понимаете, это же оно начинается с евреев, а потом-то выясняется, что и ты стоишь. Позвольте, это были ведь евреи, это были цыгане, это были люди сумасшедшие, а под сумасшедшим можно... Ну подождите, но это были очкарики, это были интеллигенты, это были священнослужители, это были те, кто не согласный. Это, да вы чего, когда десятками миллионов народ мочит. Так это, это только начни. Я хочу вернуться к Ядвашиму. когда я приехал туда и начал... им предали праведника мира, за исключением младшей девочки. То есть, родители и две сестры. Родители и две сестры, все. А младшей нет. Я туда пришел, когда я в Ядвашиму и стал им говорить об этом, что это же крайне несправедливо, она же ведь тоже принимала участие. Мне однозначно сказали, 12 лет, она на это не имеет права. Я говорю, подождите, позвольте, если бы, не дай бог, это стало известно, она бы болталась в петле вместе со всеми. Мне согласно кивают головой. Да, болталась бы, повесили бы или убили бы, расстреляли бы, в газовую печь отправили, неважно. Но она не имеет права. Все. Ну, всякая организация, все-таки, в отличие от живого человека, который не связан ничем, организация по правилам работает, как бы... Да, но, тем не менее... Понимаете, можно сказать, а вот ребенку было три года, и он бы и в три года попал бы, может быть, там, неизвестно куда, но, ну, три года. То есть у них как бы есть какая-то граница возрастная, может быть, 13 лет, да, или что-то? Мне было очень приятно узнать, что вот Харьковская синагога взяла на себя обязанность, это не то слово, конечно, обязательство, но приняла на себя обязательство оказывать помощь этим женщинам. Им давали талоны на... Ну, на проезд, понятно, на белье, на стирку, и... что я думаю, вот по последней переписи населения в Украине, которая была, это что-нибудь 2001, что ли, год, в Харькове 17 тысяч евреев и 100 тысяч на всю Украину. То есть, я не знаю, что там синагога, то есть, кто там остался-то? Я думаю, с 2001 года-то, наверное, еще меньше. Ну, остались, наверное. У меня, во всяком случае, я храню членский билет, билет члена Харьковской Синополицы. А есть член тут он? Да, конечно, с фотографией мой билет, с 92-го года, место номер 41 или 40. То есть, там стружечка, там? Да. Слышите, как интересно. Такой, я привез оттуда кипу, здесь он у меня хранится. А мне товарищ привез кипу, он путешествовал тут по миру, и в Израиле был, привез кипу, где-то он тут лежит. А, и там что-то написано на иврите, а потом на следующий день пришел другой человек, который жил в Израиле. Я говорю, что тут написано? Он читает, говорит, сделано в Китае. Ну, хорошо, значит, давайте вот что сделаем. Мы уже некоторое время там общаемся, я думаю, что еще надо, чтобы у людей было время нас слушать. Давайте мы вот что сделаем. Давайте мы на этом месте закончим первую часть и обратимся к тем, кто нас слушает, помимо того, что вот в Харькове у нас есть поручение небольшое, к тем, кто нас слушает, с тем, чтобы они задавали вопросы. Да, значит, к нашему... Бесспорно. и начальник радио. Все ответит. Да, и вы посмотрите, что народ спрашивает, и у него еще своих тем много невысказанных, я понимаю. Да, давайте. Я хочу сказать два слова, друзья мои. Мы говорили относительно того, как родителям сюда приезжать, как становиться, чтобы вы понимали. Я был в Харькове инвалидом. Так уж получилось по жизни. Вот. Приехал сюда очень быстро, считается, что это было очень быстро, за 7 месяцев я получил инвалидность. Чтобы получить инвалидность, первый раз, когда обращаешься, надо быть готовым к тому, что сразу отказывают. Это нужно быть или слепым, или безногим. Только тогда тебе с первого раза дают инвалидность. Иначе отказывают. То есть физический дефект. Да. Второй раз уже на тебя смотрят более или менее внимательно. Будут тебя посылать к независимому врачу. У тебя свой врач, семейный врач, который болезни твои ведет. Но будут посылать тебя к независимому врачу. На независимую экспертизу. Как правило, 50 на 50. Отказывают, не отказывают. И потом третий идет. Это апелляция и все, да? Это все каждый раз подаешь заново. Да, но подаешь заново как апелляцию или подаешь просто как будто ты никогда не подавал. Нет. В развитие. В развитие. В развитие, развитие, развитие. Значит, чтоб вы знали. Пусть вас это не пугает. Пусть не пугает. Обязательно эти отказы будут. Существует здесь, Америка, потрясающая страна. Адвокатура. Оказывается, есть специальные адвокаты, которые занимаются вопросами получения инвалидности людей. Не обязательно иммигрантов. Людей. Вы скажете мне, что это очень дорого. Конечно, адвокат это очень дорогая игрушка. Очень дорогое удовольствие. Но, но, маленькая тонкость. Есть адвокаты, которые работают на начальном этапе бесплатно. А потом, когда уже подтверждается твоя инвалидность, за все годы, здесь так, если ты подал, ну, допустим, 1 января какого-то там года, а получил инвалидность через 3 года. То есть за одним числом за 3 года получаешь? За 3 года тебе начисляются все деньги. И вот тут этот адвокат уже с этих денег задним числом отбирает свои там 15-20%, как вы договариваетесь. То есть это очень даже реально. И этого не следует бояться. Это можно делать. Я, к счастью, мне это не понадобилось. Вот. но когда меня проинформировали об этом, я после этого посылал 2-х или 3-х, не, больше. Человек 5, наверное, посылал, и люди получили инвалидность. К адвокатам. Через такого адвоката. Одна, вот самая первая, там, Лариса, да, наша приятельница, тоже, кстати, харьковчанка. Вот. Она через какое-то количество времени получила инвалидность. Адвокат взял себе свою долю. Она получила 20 тысяч долларов. Вот так. А вот вы, вроде бы, вы из Харькова. Но, с другой стороны, вы ни разу не сказали тю, ни разу не сказали гэ, ни разу не сказали шо. Не, не. Как же вы так? Вот тут вы ошибаетесь. Тю я никогда не говорил. Это вообще... У меня всегда, я всегда говорю гэ. Немножко есть. Есть, есть. Аферкотерный гэ. А шо? Шо? Ну, это тоже, безусловно. Есть? Конечно. У вас так не... Ну, у нас... Не бросается. Не бросается. Не говорили мы, наверное, по ходу разговора, может быть, не бросалось. А так, я очень хорошо, я владею украинским языком, не скажу, как русский. Конечно, нет. Вот. Но я любил всегда этот язык. Вы читали там, допустим? Собственно, стихи сочиняли там? Ну, конечно. Конечно. Но Харьков, как бы русскоязычный такой город в целом. Конечно. Харьков русскоязычный город, отвечая на то, что вы начинали говорить. Харьков русскоязычный город, до границы с Россией 40 километров, до Белгорода 70 километров. Харьков колоссальнейший центр промышленный, Харьков колоссальнейший центр научный, учебный. Больше количество вузов, чем в Киеве, чем во Львове, чем в Днепре, было в свое время. Как сейчас, не знаю. Но первое место по количеству вузов было в Харькове. Промышленность, естественно, это был Советский Союз. Масса заказов была из России, из других стран, поскольку мне, скажем так, на считом месте родины много пришлось поработать и поездить по стране тоже на эту тему. Могу утверждать, могу утверждать, что харьковские предприятия работали на перьем, водки. Плановое хозяйство, что же, не разбирали, где что там. Я думаю, что большевики сознательно очень много строили предприятий именно ближе к границам западным. И фактически Украина и Беларусь были напичканы предприятиями, университетами, оборонкой. Да, но тем не менее, если мы возьмем регион западной Украины, их сознательно не развивали. люди оттуда уезжали на заработки сюда, в центральную часть. Но был Львовский телевизионный завод, помните? Львов, да, автопогрузчики, лазы, автобусы, помните? Автобусный завод, конечно, там были, были заводы. Но, если уйти от Львова, уйти, даже Ивано-Франкорск уже нету, Тернополь, совсем нету. Там все уже Хмельницкий. Хмельницкий. Вы знаете, мне пришлось побывать в командировке Львов, Берегово. Берегово, это Львов, это Прикарпатье, Берегово, это Закарпатье. А я первый раз слышу про Берегово. Везумительно красиво. Львовская область? Ужгородская. Ужгородская. Вот, Закарпатская область. Курортные места. Вот, Закарпатская область, Ужгородская столица, Курортное место. Курортное место. Изумительное. И вот, я нахожусь в командировке, там была фабрика Майоликовой посуды. Мы делали светильники, и я хотел Майолика, это глина. Обожженная глина. Красивая, очень красивая. Я думал сделать светильники с тем, чтобы они были отделаны этим. Ну, чисто технически не получилось, потому что там поводки, проводки, все это. Я спросил директора фабрики, говорю, как у вас тут, как вы живете, как у вас молодежь? Он говорит, о, у нас хорошо, у нас есть даже профтехучилище. Вы подумали. В районном центре? Это уровень райцентра или меньше? Это выше, чем райцентр, это отдельный город. Это отдельный город. Это уровень... У нас есть профтехучилища? У нас есть профтехучилища. Кременчук, он тоже не районный центр, он тоже отдельный город, да? Но Кременчук, это громадный город? Это громадный город. Но, разве можно сравнить уровень развития? Ребята, вы подумайте, вы подумайте, у нас есть профтехучилища для молодежи. Ну, заканчивают профтехучилища, куда они пойдут? Там негде работать, там ничего нет. Вот такая вот ситуация. То есть, вы хотите сказать, что они специально не развивали не из-за близости к границе, а еще из-за чего? Это мой образ мысли. Может быть, он неправильный и не достаивный. Ну, может быть, наоборот, через развитие туда понаехала бы куча народу, размыло бы местное население и все. Такое... Это то, что они делали в Прибалтике, они фактически вымывали местное... Пытались вымыть, но из-за этого ничего не получилось. А времени не хватило. Еще бы 50 лет и все. Ну, я не знаю. И было бы как там... Русификация шла ведь страшная. Да. Если я учил украинский язык со второго класса... Не, но вы жили в Украине, чего же. Да, я жил в Украине и учил украинский язык со второго класса, то моя дочка к украинскому языку уже не имела никакого отношения. Объясняю. До пятого класса вообще никто не слышал ничего. Это когда шут? Ну, вот, девочки, сколько я на 68-го года... Все, 5-й класс 12 лет добавим. Что, постойте, не было уроков украинского? До пятого класса украинского языка не было, украинской литературы не было. А после пятого класса это факультатив. Хочешь учить, не хочешь не учить. Все, приехали. Какой ребенок будет учить? Нет, нет, но это неправильно на самом деле. Конечно, неправильно. Это русификация, насильственная русификация. Ну, это было. Ну, подождите, а вот люди в Крыму, например, жалуются, что там насильственная украинизация. Вот они, допустим, прекрасно бы говорили по-русски, а их заставляли учить украинский. Это был, опять же, это был перегиб Ющенко, который... в наше время, вот я когда пацаном был, вот 60-е, 70-е. Ну, тогда, это был просто, наверное, украинский язык, равно как учили английский язык. Но это не значит, что все предметы преподавались на украинском языке. Нет, этого не было. Не было, конечно, нет. Все, что на русском языке... Болезо, а у вас же все предметы на украинском шли? В русской школе? Нет, у нас была русская школа. Вы подумайте, Харьков, город, наверное, миллион сто, миллион двести тысяч населения. На весь город была одна украинская школа. Одна. Все. О чем мы можем говорить? Ну, интересно, да. Тут разные люди по-разному. смотрят. Ну, хорошо. Хорошо, давайте, народ, мы обозначили много тем, так? И, можно сказать, мы так сидим тут у подъезда, так, по-пенсионерски, там разные темы. Хорошо, никто не ходит, мы бы еще про них что-нибудь сказали. Вот. И, давайте ваши вопросы, и мы тогда с Аркадием еще встретимся и поболтаем. Значит, у нас такая традиция, мы так рукой так машем и говорим привет! Все, привет! Привет! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok